На вайпере любят играть Просто многие команды контрят алхимика Именно вайпером Либо вайпером, либо квопой Квопы нету Вайпер еще есть Вайперы против Тини хорош И против Дума хорош Ну, слушай, по-моему, идеальный герой вайпер здесь Ну все Ну давай вайпера Полтора минуты дополнительного времени у Вега Сквадрон Есть возможность подумать Вообще, аж Свена забрал Ну, хорошо То есть ЦК с Виспопом в миде будут находиться Раз ласт пикается Свен Командой Вега Ну, в общем-то С таким сетапом героев Я бы, наверное, не делал бы поспешных выводов Но у Манки Бизнес очень хороший пик Если они, опять-таки, с исполнением Сделают все хорошо То, мне кажется, что они Должны вторую карту выигрывать Но Вега Тоже Ребята, не пальцем деланные Сейчас поставим Отлично Ну что, быстренько по составам Сема Заслэйр на Даззле Соло на Виспе Нун на ЦК Мак на Дарксири Паша на Свене У команды Манки Бизнес У нас Флай на Винге Крип на Лине Миракл на Тине Дум для Мунминдера И Нотейл на Алхимике Да, кстати говоря Кстати говоря Говорил я о каком-то не очень жадном саппорте Пятой позиции Который мог бы хорошо стакать Винга Это отличный герой для того, чтобы стакать Потому что террором она может стакать сразу же Ну, то есть Тычку в один спаун И террор в другой спаун Сразу же две точки стакаешь И для Нотейла это будет очень Скажем, такой приятный момент Нотейл у нас купил Пурман Шилд В миде с ним, наверное, будет стоять флай какое-то время Потому что Против ЦК с Виспом нужно все-таки Чтобы Алхимику кто-то помогал Иначе тяжеловато будет Ему добивать крипов А ему нужно стараться именно крипов добивать На миде Так, на топчике Руны у нас будут забирать Вега На боте забирают Манки Это, конечно, плохо Потому что У Вега, в общем-то Рун контроль на первых левелах достаточно сильный У Манки Бизнес тоже сильный рун контроль на первых левелах У них есть три стана Винга, Лина, Тини Есть проклятая земля Дума Которая вроде бы Ну, немного, да Мажут на первом левеле, но все равно Там 12 дэмэджа на протяжении 10 секунд Это 120 урона Плюс Вауе То есть там 120 на 5 умножаешь Получаешь 600 То есть если по пятерым рассчитывать Ну, реально немало, да То есть если так подумать Но команда Вега, мне кажется Могли бы ребята попытаться как-то Не позволить Алхимику забрать руну Вот это один из основных Таких аспектов игры против Алхимика Это Идти на рун контроле И не позволять этому Идти на рун контроле И не позволять этому Алхимику забрать руну Может быть пусть там кто-то В другом месте заберет руну Главное, чтобы это был не Алхимик На Мага напали По очереди ребята Скидывают из Манки Бизнес Станы И Все-таки Он у нас остался в живых Он еще Очень сильно накоцал Миракла с Флаем Кстати Вот Это достаточно хорошо Сам-то он там фласочку выпил А тут фласочки Нет Тут тоже есть Причем две фласочки Так что Миракл Особо не будет париться Ну что Быстренько Аналитику Диванную Аналитику из дивана Давайте ребят Свен на боте С Триплой Или с Даззлом Да конечно же То есть В Дабле Свен у нас стоит Даззл Герой который Ну то есть Дума здесь будет прогнать тяжело Потому что Даблой Стоишь против Дума У нас Мунминдер сожрал Еще не самого удачного крипа Для первого левела То есть Для первого левела Хороши Такие крипы Как Совух Так На миде у нас убивают Но Тейла Но Тейл Нет Все таки он откидывается станом Тут уже Полный прокаст Вега далее И притянуть Как-то рифтануть Этого Алхимика Или Застанеть Уже тут не получится Так вот Соло у нас Кстати вылетел По поводу Лейнинга Давайте еще пару слов Прогнать Дума С линией будет очень тяжело Потому что Одной кислой Сема Заслеер С ним не справится Надо как-то на него Наезжать Нападать У него 777 хп Пока у него Кстати нету брони Его реально можно убить Тут физический урон хороший От Дазла Как только Мунминдер Сожрет Какого-нибудь Правильного крипа Каноничного Либо с хп регеном Либо с армором Либо может быть Маленького крипчика Который ман реген дает Там аура Ман регена Есть Такой На легком спавне Крип И вот его очень любят Шадоу вейв Шадоу вейв Шадоу вейв Не первого левела А второго Или он первого был Он получил левела После того Как дум умер Да даже не важно Шадоу вейв Который В пачке крипов Кастуется Он наносит Тонну демеджа Тонну демеджа На первом Втором Третьем Не важно На каком левеле А у дума Ноль армор Это физический урон И он От него Просто вот сейчас Отлетел Если бы он не стоял В пачке крипов Он бы не умер Элементарно Вроде бы как У вега На сейфлейне Все нормально Забрали они Дума На миде Хаоснайт С виспом Теоретически Они должны Хорошо стоять Потому что В дабле против Алхимика Они Должны Если по крайней мере Не убивать этого Алхимика То по крайней мере Денайть Много крипов Стараться Не давать Алхимику Фармить Это их основная задача Чтобы Алхимик Не вынес там Свой радианс На 10-14 минуте Ну и На топе На топе Эндрю Чепенко Дарксир 2-го левела Он играет против Милишного керри Поэтому Если он не будет Подставляться Будет Все-таки Какую-то Какую-то экспу Получать Вот ему нужно Получить 3-й левел Затем 5-й Чтобы оншелы Были жесткие И стоишь Под своей вышечкой И спамишь Этими щитками И Миракл В итоге будет Слабо фармить Потому что Милишном керри Против Дарксира Фармить тяжело Ты постоянно Под вышкой Каких-то крипов пропускаешь Коцаешься реген Потом у тебя У Миракла вообще Уже кончился реген То есть Вот ему Расшарил крит Танго И Соответственно Дальше ему будет Еще тяжелее стоять Так что На этот раз У Вега Тоже все Теоретически На лейн стадии Должно быть хорошо Но Как получится Практически Не знаю Вот По сравнению С предыдущей картой Вроде бы Лучше пока что Получается Потому что На предыдущей карте Тоже Теоретически Расстановка Лейнов У Вега Была Тоже хорошая Но там Бруда проиграла С лордару Один на один Нун Против эсэфа Ну не смог Его достаточно Хорошо зазонить Ну и потом У турса Против Массовых Таких Дизейблов Которые Замедляют Которые Миссы Навешивают Он просто Ничего не мог Сделать Все Он старается Максимально Пулить Крипов Чтобы Мунминдер Не получал Сейчас Какой-нибудь Шеду Вейвскастить Здесь Подпачкой И опять-таки Накосать очень сильно Мунминдера Не сможет Мунминдера Четвертый Левел Дарксир Пока что Третий Дарксир Кстати говоря Выбегает Мид Рифтуют Здесь Нотейла Летит Стан Вешается И он Шельщик Пока ульты У Нотейла Нету Его достаточно Легко Здесь можно Убить Летит Террор Срезает Армор Хаоснайт У Виспу И Дарксир Но Это Никак не Помогает Солринг У Дарксир Дарксир Кажется Понял Что На лейне Ему Пока что Не дадут Получать Экспо Он отправляется В лес Для того Чтобы Пофармить Там Какие-то Стаки У него Там Имеются Висп Видимо Ему Там Магу То бишь Соло Поднастакал Слегонца Чтобы Маг Пришел Сейчас Сюда Вот он Тут Получит Пятый Левел Теоретически Сколько Тут Три Петуха Жирных Кентавр Большой Ну да Реально Тут Пятый Левел Наверное Получит Чип И Вернется На линию Тени Там Будет Тяжеловато Ну Соло Пытается Нутейла Как-то Накоцать Забрать Но Рядом Рядом Есть Винга Поэтому Это Сделать Не Получается Топ Получил Пятый Даже Пятый С половиной Сейчас Еще И вторую Пачку Если Профармит Или Не Будет Все Таким Маг Фармить Вторую Пачку Тащит Собор 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 Команды МБ Должны Сейчас Стакать Все Все Что Движется Все Что Не Двигается Двигать И Стакать Как раз Так Флай Так И Делает Он Отводит Одну Пачечку Юзает Террор Но Правда Он Не В эту Точку Не В эту Сторону По-моему Стакает Надо Давать Стычку И Убегать Сюда И Соответственно Террор Сюда Юзать Таким Вот Образом Тогда Ты Стакнешь Две Точки Точно Потому Что Когда Крепи Вот Так Обходят Они Там Могут Застрять Не Стакнуться Ну Плохо Получилось Ладно На Мунминдера Начинается Атака Вега Вроде бы Весь Свой Прокаст Выдали Но Проклятая Земля Кончилась Летит Еще Один Стан И Щеманула Дума Справляется У нас Миндер В таверну В этот раз У него Не все Так Просто На Линии В этот раз У него Трипла Он Не Один На Один Стоит И Тяжеловато Ему Приходится Миракл На Руну Забирают Акулы На Топе Спавнится Реген Отличная Руна Для Соло И Вот Вега Сейчас Попытаются Снова Поднапрячь Как-то Мид Но Алхимик У нас Ушел Вот Кстати Говоря То Что Не Контролят Этот Момент Вега Сейчас Это Не Очень Хорошо То Что Не Позволяет Алхимику Стаки Забирать Если Ты Была Венга С Кислую Кидает И Фармит 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 Уже 500 У него Венга Тем временем На Миде Получает Что Там Дают Какие-то Ошметки От Крипов Что Не Заденайл Нун Что Не Добили Другие Крипы Венга Получает Экспус Этого Получает Какое-то Золото Ну Лучше Чем Ничего Лучше Чем Пропадать Всему Этому Добру Кстати Говоря Вега Думали Что Вот Только Сейчас Манки Бизнес Пошли Фармить Стаки Заюзали Смог Пытались Туда Пробежать Три Секунды Стан Рифт Кислая Шадоу Вейв Много Дэмэджа Получает Дум Дум Умирает Ставится Стенка Еще Магом Четыре Человека У команды Вега А Слушайте Кажется Успевают Кажется Они Просто Не Позволили Алхимику Два стака Ну Точнее Не наоборот Позволили Алхимику Только Один Спаун Профармить Вот Этот Вот Остальные Спауны Еще Целенькие Правда Тут У нас Отъезжает Дазл И Ставится Сентри Вард Команды Манки Бизнес На всякий Случай Так Какой-то Обс Есть Рифтанули Флая Убили Легко Пошла Кислая Нутейла Кстати Скоро Кончится Ультимейт Подходит Тинни Дает Проказ Виспад Умирает Мунминдер Вешает Ультимейн В Нуна Нун Тоже Не Выживет Залетает Вешает Грейп Сома Заслайер Кидает Кислую В Миракла Шедовый Шедовый Пошел Но Не Спастись Нуна Никак А вот Сам Сома Кстати Говорят Тоже Здесь Погибнет Прожимает Манга Кто-то Там Я его Теперь Путаю Мне В замесе Тяжело Его Замечать Чуть Не Оговорился Минуту Назад Ну Тем Не Менее Команда Манки Бизнес Свои Стак Из Дадефла Посмотрите Сколько Золота Сколько Исп Они Получили Только Что За Вот Эту Вот За Этот Вот Контр Ганг За Этот Вот Контр Заход Вот Вега Так Миндер Снова Погибает Вмиде Танет, рифтует, убивает Хаус Кстати говоря Не выкачивает У нас пока что Хаус Страйк Это очень странно Новый Хаус Страйк Он реально Очень крут Пять армора Срезать На халяву Это Действительно Многого Стоит Особенно В таком Пике Когда У Манки Брони Нет Вообще Никакой Нашли Но Тейла Но Тейл Справляется В таверну Паша Даже Не постеснялся Ультануть Что у него За раскачку Раскачку У Паши Ну Не сказал бы Что дефолтная Хотя Сейчас Очень большой вопрос Что считать Дефолтной раскачкой Свены в большинстве Случаев качают Стан на единицу Максят Клив Берут там Варкрай Пару Плюсиков Забирают И потом Просто Фармят Теншентов При помощи Ульты И Клива Максшонова Ну или там Стаки какие-то Здесь конечно же У Паши Не будет возможности Какие-то стаки Пофармить Элементарно Потому что Ему никто Стаки здесь Не делает Дабла на боте Дабла в миде И стаки делать Ну там Сделали какие-то Стаки По началу Вега Но их Зафармил Мак Вот и У нас Паша Решил прокачиваться Через Стан Максить Именно его Ну в этом Тоже есть Определенные Плюсы Что скажешь Мне наоборот Даже нравится Такая раскачка На свой Нежели чем Присклик Максшон И как-то Дэмэдж С кнопки Наносить И станет Люто Приятнее Чем Быть АФК В игре Фармить Постоянно И своей команде Практически Не помогать Флай Поставил Вард Во вражеский лес И сделал Телепорт Манки бизнес Нужно сейчас В макро Играть Очень грамотно Потому что Вот только что Они вроде бы Там Неплохо подрались Получили там Какое-то золото Икспу получили Напали на Сёму Сёма Грейв Не успеет Скорее всего Да Тосом его Миркл убьет Пошли барабанчики Он А нет Ладно Открыто Хороший Миркл Нет Миркл здесь Не уйдет Сизерит Соло И крипа Вместо Нуна Но Это Не играет Особые роли Здесь уже В такой ситуации Ну по итогу Размен хороший Получился Вега должны Агрессию проявлять Так Нам вот Юзает Цирилокейт Там забрали Свена Нун рифтует Думай Запирает его Таким образом В лес Мунминдер Наверное Сейчас Дико огорчился Что Оказался Заперт В такой неприятной ситуации Соло Нужно отпустить Нуна Нуна В итоге Отпускает И Забирают Вега Двух игроков Нужно агрессивнее играть Вот Вега Теряют одного Огера Убивают Троих Теряют одного Убивают Другого Кора Вот посмотрите Что они сейчас Натворили Они поставили Много-много Вардов Вот здесь Варды у нас Имеются Вот тут Варды имеются Команда Вега видит Вообще Все И это Один из основных Аспектов игры За Виспа Виспа Там кстати Вариатини Принял на топе Когда ты играешь Агрессивной стратегией Когда ты понимаешь Что единственное Спасение Вражеского пика Это какой-то Макросплитпуш И Фарм Карты В Там Каких-то Совершенно Невообразимых Пределах Все что тебе Нужно сделать Это поставить Грамотные Варды Видеть перемещение Соперника Делать Релокейты Убивать Гнобить Не позволять Получать свое И постепенно Выходить В свои артефакты В свой Мидгейм И впоследствии Просто додавить Поломать все Внешние вышки Перефармить Вот как в основном С Алхимиком Играют С ним Играют Либо так Как сейчас Играют Вега То есть Набирают Такой пик Который Позволяет Его убивать Очень хорошо Контрпикают Знаете Кто Алхимика Альянс Альянс Отлично Играют Против Алхимика Они играют Очень часто С Берут Бэтрайдера Для Бульдога Берут Виспа Плюс Какого-нибудь Тинни Или Виспа ЦК Или Виспа Свена Я уже не помню Ну Виспа Тинни Они в основном Используют И на Сейфлейн Какого-то Персонажа В итоге Что получается Алхимик Там даже Если дофармливает Свой Радианс Даже если Он успевает Купить себе Бутсов Тревел Он партится Куда-то там Сплитпушить Рядом где-то Бэтрайдер Выпрыгивает Из лесу На даггер Цепляет Туда Делается Релокейт Алхимику Убивают Таким образом Не позволяют Просто Этому Алхимику Скажем Сплитпушить Хорошо И фармить Вот Таким образом Можно играть Имея Виспа Имея Какую-то Первичную Инициацию На хардлейне Типа Клокверка Бэтрайдера Подобных Персонажей Или Можно попытаться Этого алхимика Просто Перефармить Как-то Сильно Берется Антимаг Берется Там Еще Каких-нибудь Четыре героя Много Экшена На карте Наводится Алхимик Там Сплитпушит Фармит А какой От этого Толк Да У алхимика Там Двадцать тысяч Нетворса Но зато У тебя Потом Идет Антимаг Там С восемнадцатью Какими-нибудь Тысячами Потом Идет Там Соломит Какой-нибудь Шадоуфинт Лина Квапа Со своими Там Или Верка Там Со своими Там Шестнадцатью Пятнадцатью Потом Там Еще Какой-то Хардлейнер Потом Один из Саппортов И потом Только герои Команда Соперника Которые Вместе С алхимиком Играют Такая игра Как раз Таки Была У Манки Бизнес Когда Они Играли Против ИДжи На MLG Кажется Совершенно Недавно Это было Первая Карта Манки Бизнес Против Evil Geniuses Да Вот Точно Против ИДжи Там Как раз Таки Такая же Была Ситуация Тоже Был Пикнут Антимаг И Алхимик Вроде Сплит Пушил Вроде Б Фармил А какой Толк Если Двадцать Тысяч У Нетворса Это Ничто По сравнению С Топовыми Нетворсами Вражеских Коров Они Просто Напрыгивают На этого Алхимика Убивают И Всех Остальных Там Тоже Месят Так А что У нас Вообще Происходит Была Пауза Очень Длительная Пока Я тут Разглагольствовал Хорошо На самом Деле Такая Пауза Возникла Я хоть Выговорился Все Что Хотел Сказать Сказал И Мы Продолжаем Так Что Получается Получается Что Только Что Вега На боте Поубивали Там Дума Забрали Забрали Вингу Кажется И Лину Что Там Тоже Убили В общем Кого Там Еще Забирали Троих Героев Убивали Вега Сейчас Я уже Не скажу Потому Что Там Все Фраг Месседжи Исчезли Куда Там Непонятно Куда Алхимик В итоге Начинает Варить Аганим О Как Интересно Играет Нотел То есть Он Будет Собирать Артефакты Для Тинни Дума Судя По Всему Первый Аганим Достанется Мираклу Очевидно Ну Что Ж Хозяин Барин Наверное Да Наверное Если бы Алхимик Тут Еще Родиан Страволами Приобрел То Это Было Было Сильно Будет Возможность Бустануть Других Коров И В конце Концов Алхимик Если Свести Игру В Какой-то Сверх Лейд То Алхимик Свои Артефакты Все равно Получит А Вот Скажем Бустануть Сейчас Тинни На 4200 Нетворса Бустануть Дума На 4200 Нетворса По сути Все что Нужно Это Заткнуть Свена Думом Аганимным И Как-то Расправиться С ЦК Да Там С этим Будет Справляться Тинни У которого Будет Аганим У которого Ну После Скажем Блинкдаггера Должны появиться Какие-то Артефакты Которые Позволят Ему Достаточно Быстро Наносить Удары То есть Хороший ДПС Иметь Хорошую Скорость Атаки Для этого Чтобы иметь Хороший ДПС На Тинни Нужно иметь Хорошую Скорость Атаки В первую Очередь Потому что Ульта Ну и Венга Венга Даст террорчик Даст Тауру И в итоге Там Можно будет Иллюзии Хаус Найта Быстро Разобрать В теории Тем временем За счет Релокейта Убивают Дума Смоуки Манки Бизнес Бегут Во вражеский Лес Ага И что И никого Там не находят А Вега Вега продолжает Совершать Полезные Действия За полезным Действием Загангали Дума Поломали На топе Идут Дефать Мид Мид Не отдадут На боте Тут тоже Похоже Вышку Отдать Не получится Первый Аганим Приобрел Алхимик На 13 Минуте И расшарил Его уже Тинни Вот он Бежит С этим Красным Деревом Тинни 9 левел Такое Кстати Не часто Увидишь Чтобы Тинни С первым Левелом Свою Ульту Юзал Аганим Загангали Он его держит Он его вообще Должен Еще Смешнее Держать Когда У него нет Ультимейта Совершенно Армлет Появляется У ЦК Вот это Кстати Топовый Артефакт На Хаос Майти Не знаю Почему Не все Игроки Приобретают Армлет Он Достаточно Дешевый Бафает Твои Иллюзии И В общем-то Когда Армлет На ЦК Появляется То Становится Жить Приятнее Жить Становится Легче Да и В таком Пике Вообще По-моему Армлет Это Топовый Айтем Тут Его Часто Можно Тоглить Обузить Его Подкислый Правда Не пообузишь Но Там Много В основном Таргет Скиллов У Манки Да Там Драгонслей Вы Такие Лайт Страйк Эррейс Стан Венги Там Гречка Тосс Все Это Можно Обыгрывать Через Тоггл Армлета Мак Что У нас Нафармил Мак Нафармил Меку Аркантапок У него Пока Что Нет Но В общем То Не за горами Эти аркантапки Если Они ему Конечно Нужны Тут Гвардиан Гривс Гвардиан Гривс На Дарксире Всегда Конечно Хорошо Смотрится По той Причине Что Он Их Лико Покупает Но Здесь Нет Таких Дизейблов Которые Нужно Было С Себя Сбрасывать Релокейт Делается На топ Команды Вега Но Релокейт Был Не так Глубоко Как надо Было бы Его Сделать Но Кажется Вега Наоборот В этом плане Удачно Сыграли Потому что Тут бы Сейчас Всех Убили Дум Юзают На Свена Байбэк От Виспа Сразу же Маг Портится Драка Подкислый Рифт Пошел В Мунминдера Под Вивом Много урона Получает Сейчас Дум Но Проклятая земля Позволяет Ему Быстро Регениться Бежит Хаоснайт Пытается Рифтануть Дума Тяжело Это сделать Прячется В туман Войны Мунминдер Мансует Тем временем Сзади Входит У нас Тини С Огранимом Убивает Дазла По-прежнему Действует Вив Но он Скоро Прекратит Своё действие Свапнул Флай Своего Тиммейта Драка О! Нутейл Умирает В касании ОЦК Нету Сейчас Тиммейта Хаоснайта Но тут По итогу У нас Драка За Командой Вега Кажется Да Все-таки Убивают Они Четырых Игроков Манки Бизнес Начинает Подлагивать Трансляция Грустно Грустно Скидбоксом Такое происходит Периодически Дайя Ботом Тауэр Сандер Атак Регенерация Не Продолжает Подлагивать Кончится Должно В таком моменте Конечно Одному Комментируют Чтобы Кто-то Мог Это Попиксить Так Тут У нас Опять Разворачивается Драка Казалось бы Недавно Совершенно Закончилось Крупное Побой Еще Но Вега Врываются Во вражескую Половину Карты Дают Полный Свой Проказ Быстро Убили Они Дума И Алхимика Дум Юзает Байбет Миракл Здесь Выживает Конечно Же Убивают Хаос Найт Левел Десом Мега Килл Забирает Дум Поймали Мага Маг Тоже Саверне Единственный Кто Выжил Здесь Это Свен У него Есть Даггер Он Смог Уйти Так Кончили Сейчас Должен Подняться Такое Периодически Бывает Стрим Друзья Ничего Если Куда Стримить Выбираю Не я Вот Поэтому Я в этом Плане Весьма Ограничен Рошан Сейчас Манки Бизнес Заберут Вот Это Плохо Хотя Может Релокейт Какой Придумают Что-таки Вив Заюзали Релокейт Делают Вега Дум В итоге Погибает Очень быстро Минус Аегис С Аегисом Вообще Произошло Тини Забрал Аегис Причем Забрал То есть Рошан Достался Тоже Манки Бизнес Но Кстати Говоря Рошан Здесь Команды Мб Не Помогает Совершенно Минус Пять Даже Минус Шесть Делают Сейчас Аши Ребята Так Надо Обновить Трансляцию Странно Диа Мидл Тауэ Сполнен Диа Мидл Тауэ Санта Ну Блин Тут Час Трон Уже Будет Падает Линия У Манки Бизнес Сажечка Стеночка От Мага Пошла Очень Хороший Проказ Дал Дарксир Здесь Но Под Думом Находится Хаос Найт Поэтому Нужно Как-то Отступить Миркл Пытается Синицировать Драку Юзает Тосс Много Демеджа Демеджа Получает Очень Мунминдер Правда Он уже Свой проказ В общем-то Дал Ну Здесь удалось Подлечить Станчик Хороший От Паши Под ультой Наносит он Тонну урона Слушайте Слушайте А Вега Кажется Выигрывают Вега Кажется Справляются Рифтуют Но Тейл Сейчас Ну Кидает Стан Много Демеджа Валхимика И линия Падает Стоит ли тут Уже писать ГГБП Я не знаю Потому что Вега После того Как они Проиграли Небольшую Драку На боте Они Как с цепи Сорвались И Демеджа Демеджа Сан Демеджа 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 Прекратились А стрим Почему-то У меня Не возобновляется Пока Дилей И пауза Как раз Отлично Спасибо Мне больше Пауза Не нужна Как это Работает Друзья Смотрите На стриме Дилей Две минуты Соответственно Когда Идут Лаги То Вы Трансляцию Смотрите Нормально Как только Лаги Начались У меня Через Две минуты Они Появятся У вас Соответственно Когда Лаги Проходят То у вас Они тоже Должны Пройти Через Две Минуты Но В этот Раз Почему-то Это Было Не так Сервера Хитбокса Какие-то Странные Они Берут И Лагают Сами По себе Вот Вчера Такого Не было Позавчера Такого Тоже Не было Вот Зато Три Дня Назад Была Такая Проблема Когда Стрим Идет Сам По себе Потом Бах И Идут Сплошные Дропы Вместо Битрейта До Сервера Хитбокса И Ничего С этим Поделать Не Получается Сервер У меня Самый Наверное Удачный Который Только Можно Найти Самый Больше Такого У нас Не Повторится Сегодня Я Там Уже Поспешил Даже Поставь Потому Что В Такой Ситуации Стрим Либо Работает Нормально Либо Не Работает Вообще И Ставь Ты Там Хоть 2 Мегабита Хоть 3 Мегабита Это Без Разницы Совершенно Так У нас Пока Что Вылетел Вылетел Крит Сумасшедшая Игра Вот Только Что Три Минут Три Т2 Вышки Проиграли Замес Просто В Слюни И Пошли Потом Сражаться Вроде бы Кого-то Удалось Им убить И Вот Манки Должны Были Прямо Сейчас Там Забирать Рошана Забирать Аегис Получать Инициативу На карте Но Вега Юзают Релокейт Заходят На Рошана Убивают Там Вообще Все Что Движется Кто Там Подбирал Аегис Кажется Мир Калнатини Да Он Подобрал Аегис Но По итогу Пока Он 5 Секунд Респаунился С этим Аегисом Вся Его Команда Погибла И Ничего Не Получилось Сделать На Этом Рошане Затем Команда Вега Вместе Двигается По Миду Выходит Полный Пик Манки Бизнес Дум Юзается В ЦК Соло Тизерится К ЦК Оверчарджем Его Хилит В итоге ЦК Не Умирает Команда Вега Отступает До Нужной Точки Перегруппировывается Нападает В ответ Юзается Там Фантазм Все Это Под Т4 Вышкой Умирает Один Второй Третий Пятый И Манки Бизнес Теряет Линию Вот Краткий Пересказ Того Что Произошло За Последние Четыре Минуты Да Это Конечно Надо Было Видеть Вживую Потому Что Сумасшедшее Просто Сражение Еще Ни один Не придумал Сделать ЦК На Цербере Верху Было Было Офигенно Только Представьте Ну Кстати Да Забавный Был Был Концепт Такой Для Хаос Найта На Цербере Он Все Такой Похож Чем То На Ну Ему Б Пошло Скажем Да Тем временем Пауза Что там Наталья Он Написал Чуть Не понял Там Нету Апдейтов Не Ну Конечно Сдаваться Манки Тут Рановато Им Что нужно Сделать В драке Самая Большая Проблема Команды Манки Бизнес В драке Сейчас Заключается В том Что Когда Они Юзают Дум В одного Из игроков Вега К нему Тизерится Висп И его Лечат Если Дать Дум Скажем В какую-то Цель Зафиксировать Ее И быстро Под этим Думом Убить Или Не позволить Как-то Виспу Зарегенить Челика Или Не позволить Команде Вега Отступить В общем Когда Манки Бизнес Юзают Дум Им нужно Фиксировать Драку Инициировать Ее И Заставлять Соперника Драться Если Вега Умудряются Под Варкраем Или Как этот Стил Называется У Свена Под Варкраем Под Барабанами Они просто Убегают С поля Не совсем Да Мека Конечно У нас Есть На Дарксире И После Этого Вега В разы Сильнее Когда У соперника Нету Дума Когда Они Все Своё Потрасили Там Ульта Химика Может Прекратить Уже Своё Действие Просто Нападаешь И Сносишь Все Чистую Прекратить Прекратить Так Следующая То Это У нас Какая Игра Вега Будут Против Нологик Гейминг Играть Они Сегодня У них День Дремлиги Сегодня Какой-то Вчера Должна Состояться Игра Вега Против Альянс Это Наверное Самый Интересный Матч С того Момента Когда Команды Virtus.pro Казалось Участвовать На Дремлиге Очень Конечно Жалко Что Так Получилось Вместо Них Играют No Logic Gaming Но Честно Вам Признаюсь No Logic Gaming Проявляют Себя Не Хуже Чем Virtus.pro На Мой Взгляд Они Empire Смогли Обыграть Они С Альянс Сыграли Правда Они 2-0 Проиграли Но Игру Они Демонстрировали Вполне Достойную Субтитры 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 Много Игр На Dream League В Ауте Крит Ну Хорошо На самом Деле Потому Что 2-2 Это В Самый Раз 3-2 Это Немножечко Много Скажем Так А 4-2 Это Уже Перебор Потому Что На 4-й Бл-2 Матч Ты Уже Совершенно Ничего Не Соображаешь Ничего Не Понимаешь Что Происходит Комментировать Тяжело В Таких Ситуациях Очень Часто Команды Загружают Лобби С Определенного Момента И берут Стендинга Но Тут На Dream Лиге На самом Деле Администрация Вполне Адекватная То есть Здесь Не Будут Ждать По 40 минут Одного Человека Сейчас Как только У Манки Бизнес Кончится Время На Паузу То Спросит Их Наверное Принять Решение Либо Играть Вчетвером Либо Загрузиться Со Стендингом Либо Сдаться Либо Я не знаю Что они тут Еще могут Какие у них тут Еще есть Варианты Похоже Что Вега Все Сравняют Счет Судя По Тенденции Команды Вега Сквадрон Вести Драку Как они Умудряются Отступать Не Провоцируются На Стычку Просто Отступают Перегруппироваются И идут Обратно В атаку Все Как Все Как положено Дум Кончается И без думы Уже Манки Бизнес Не могут Нормально Драться Интересно Много народу Зото ТВ Смотрит Это Я вижу В чатике У нас Десять с половиной Тысяч Ну Учитывая То Что Русских Наверное Там Не меньше Половины То есть Тысяч пять Человек Еще В Дота ТВ Смотрят Вполне Серьезные Цифры Поражает Маг На Клокверке Какой же Играть Линию С Лордару Один на Один Мне кажется Что этого Не должно Быть Есть В Доте Два Героя Которые Ну ладно Может быть Не два Ну вот На первый Скажем так План Выходят Всегда два Персонажа Которые Бруду На линии Контрят И то Они Знаете Они ее Не контрят Они просто Могут с ней Стоять Это Акс И Легион Ш И то Если Бруда Играет Грамотно Она Может Ну Предположим Бруда Идет На Харду Там Ее Встречает Акс Который Стоит Один Один На Один Против Бруды Что Делает Бруда В такой Ситуации У нее Есть Два Варианта Два Варианта Развития Событий У Такой Бруды Она Либо А Просто Стоит Поначалу Ну Достаточно Аккуратно Получает Там Свою Икску И Потом Уходит За Вышку Фармить Крипов Уходит Лиса Профармливать Или Она Вообще Пауков Не качает Качает Там Пассивку Свою И Просто При Получении Первых Каких Айтемов Типа ПТ Берет Ульту Седьмой Левел И В этого Акса Вгрызается Когда нет Крипов Она Харасит 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 И Этому Аксу Бывает Не очень Просто Стоять Ну С легионшей Примерно Такая же Ситуация Тоже Если тебе Тяжело С ней Один На Один Элементарно Берешь Там Левел Пауков Уходишь В лес Фармишь Его Уходишь За вышку Это легионша В итоге В вышку Вжимается Фармит Под этой Вышке Крипов Пропускает Коцается И Ну Собственно Так ты И выигрываешь А Вот Когда Со Слардаром Стоишь Один на один Брудой Ну Тут Я уж Не знаю Как можно Слардаром Бруду Вообще Выиграть Либо Мунминдер Просто Нереально Крут Либо Где-то Там Мак Ошибся Либо Какая-то Помощь Извне Там Была Ну Там Пара Гангов Конечно Была Произведена Но В целом Очень Мунминдер Нафармил На предыдущей Карте Играя Слардаром Тем временем Возвращается У нас Крит Который Играет На линию Которого Пока что Из Айтемов Юл Только Для Саппорт Лина На 20 Минуте Это Наверное Не самый Плохой Результат Но У Манки Бизнес Нет Уже Одной Линии Проигрывают Они 15000 Нетворса И 13000 Икспы У Вега Есть Вообще Все Что Только Им Нужно Хаус Хаус Найти Настолько Все Хорошо У Вега Ну Манта Здесь Чем Хороша Она Позволяет Сбрасывать Фокус Себя То есть Если Ты Видишь Что В тебя Бежит Какой То Дун Хочет В тебя Ультануть Ты Юзаешь Манту Фантазм Он Конечно Тоже В таких Ситуациях Помогает Но Манта Она Каст Тайма Имеет Меньше Вообще Про Манту Немножечко Считать Есть Тут Что Вообще Про Каст Тайм Бла 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 20 Секунд Две Иллюзии Ну В общем Прожимается Она Прожимается Она Мгновенно Ну Вот 0.1 Каст Тайм Да Ну Практически Мгновенно Проживается Манта Фантазм Каст Чуть Чуть Дольше Да 0.5 То есть В 5 Раз Каст Тайм На Фантазме Каст Тайм На Фантазме В 5 Раз Выше Чем На Манте Вот Плюс К тому же Фантазм У нас Кулдауниться 140 секунд Манта Кулдауниться 30 Для Милишников Ну Вот Пожалуйста То есть Каждый раз Фантазм Не будешь Юзать Когда К тебя Дум Бежит С ультой А Манту Легко Ну И плюс Манта Это Отличный Айтем Потому Что Опять Таки Есть Армлет Есть Вот Это Вот Пассивка Приятная Вот Так Вот Ты Юзаешь Фантазм Юзаешь Манту Бежишь К типу Так Вот Ну Ка Давай Ну Рифтани Вот Хлоп Вот Так Вот Просто Закрываешь В пачку Иллюзий И никуда Не выбраться Но Тут Немножечко Ну Не доконтролил Он мог Лина Убить Лина В итоге Смогла Выбраться Если Б Он На нее Иллюзии Сагрил То Убил бы Но Линия То Падает Без боя У команды Манки Бизнес Тяжечка Стеночка Хорошо Рифт Под стенку Но Тейл Но Тейл Получает Стан Умирает Мунминдер Ищет В кого Боему Ультануть Но Тут Столько Целей В кого Ультить Вообще Не ясно Прилетает Стан Рифтует За рифт Был Такой Странный А Это Мирка У нас Ворвался Не позволил Рифтануть Но Тут Его Видно Дум Юзается В мага Который Уже Проказ Дал Но Тейл В итоге Получил Стан От Своей Собственной Банки Он Пришел Сюда С Байбэка У Лины Больше Лина Вообще Не ультанула Даже В этой Драке Разбирается Мун С Тейл Тени Тоже Юзает Байбэк Но Тут Падает Линия Мне Кажется Сейчас Очередная Манта Будет У Хаус Найта Рифтуют Нутейла Стяжечка От Мага По Троим Даже По Четверым Попадает Стяжечка Отличный Стан От Миракла Он Тоже По Четверым Здесь Попал Но Это Уже Мало Чего Решает Потому Что Линия Упала Байбэка Манки Бизнес Байбэки Манки Бизнес Что Магли Теб Прожали И Больше Тут Соответственно Уже Делать Нечего Сейчас Пойдут Наверное Даже На Третью Линию Миркл В Шадоу Блейде Ищет Кого Нибудь Убить Нападает На Соло Но Он Даже Десяти Процентов Мне кажется Ему Не нанес С этого Шадоу Блейда Ну Хотя Не Где То Там Десять Двадцать Процентов Он Шадоу Блейда С Аганима Вдарил Там Лишний раз Игру Не забрасывать Теоретически Они конечно Могли бы Пойти И поломать Третью Линию Теоретически Но Практически Бывает Как Ты идешь Ломать Третью Линию А ломают Тебя Поэтому Лучше Отступить Подождать Кулдаун Фантазма О Миркл Танчик Рифт Макс Тяжка Стенка Опять Идеально Заходят Ракказ Дарксира Здесь Продолжается Драка Хороший Свап от Флая Но Не хватает Ресурсов Для того Чтобы Перевернуть Эту драку С ног на голову Манки Бизнес Залетает Релокейт Убивают Флая Лагуна Летит Соло Соло Все это Переживает И Мутейл Пишет ГГ Да Тут уже Конечно После того Как Вега Выиграли Две драки Подряд И поломали Первую Линию Выиграть Эту игру Манки Бизнес Просто не могли Физически На мой взгляд Очень тяжело Было Это сделать Хаотичная Такая игра Получилась 1-1 Вега Сравняли Счет Поздравляем Собственно С этим Игра Действительно Получилась Очень интересная Жалко Что В середине Карты Небольшие лаги Были на хитбоксе Но Да ладно Мунминдер Тут не смог Сыграть так хорошо Как Сыграл На предыдущей карте Да Следующая игра Начнется В 22.00 По московскому